всем привет народ вы сейчас посмотрите видео про black u max 1 надеюсь это уже будет полноценный обзор с играми тестами и всем таким смотрим ну и для большей наглядности люди смотрим вот это вот типичная коробка от аппарата маленького black u модель black u a 20 pro а вот это вот это наша коробка от black u max 1 я думаю габариты сравнительные видны жесть ладно смотрим дальше если мы откроем коробку то внутри мы увидим столько всего интересного но подробнее отдельно видео ссылочка будет вот там ладно друзья смотрели в распаковку не смотрели в распаковку личное дело каждого но если взять в руки аппарат то мы сразу некоторые вещи можем о нем заметить первое стекло изначально в коробке шло без пленочки у вас в серийных может быть уже будут пленочки у меня напоминает один из первых образцов поэтому мне никакой пленочки на экране не шло правда смею заметить что в коробке пленка шла то есть запасная пленка есть и можно ее поставить как видите аппарат марки все отпечатки пальцев ловит сразу но можно как говорится сказать что это его плюс то что они также легко и оттираются вот и все вроде бы только что был весь залапанный уже весь чистый так что в принципе его это лапаемость легко убирается видимо все-таки покрытие очень хорошее в наличии со всех сторон насколько она правда долговечна я не знаю далее очень чуткий сканер рядом с которым располагается вспышка двухтоновая холодный и теплый свет в наличии основная камера по моему на 16 мегапикселей или 13 короче снимает она хорошо но в рамках компании blackview то есть она снимает изначально очень хорошо но потом идет немножечко тугая обработка на старых моделях они это победили спустя время прошивками на что и здесь надеюсь у них как бы карта ляжет то есть мы видим да что в принципе все здорово но детализация начинает путаться здесь вот начинаются всякие как сказать то утери фокуса четкости не знаю как это сказать короче дальние элементы не очень четко видны то есть то что вблизи у нас зашибись а дальний фон он как-то программно обрабатывается вытягивается но не в самую хорошую сторону но напоминаю это первая прошивка надеюсь что в новых версиях прошивки они эту программную часть вырежут и все будет зашибись далее что я хочу сказать кнопочки все расположены справа это мне очень удобно то есть под правую руку левши простите но под правшу все очень здорово то есть погасили приложили работаем проект располагается в верхней части корпуса про него особо много рассказывать не буду потому что есть отдельное видео ссылка будет вот там на левом боку у нас располагается лоток под сим-карты лоток у нас совмещенный к сожалению либо две симки либо как симка и карта памяти на нижнем торце у нас две симметричные решетки за левый расположен микрофон за правый динамик посередине между ними порт type-c причем не удлиненный а самый что ни на есть обыкновенный на фронтальной панели над экраном слева направо нас располагаются сначала диодик оповещений потом датчик приближения освещенности решетка динамика разговорного за которой также спрятан второй микрофон лично проверял уверен правее две камеры но в моем экземпляре одна из них не фурычит я уже ребятам в этом сообщил они разбираются скорее всего либо у меня и забыли подрубить либо в первой прошивке и забыли вообще включить ну это мы разберемся как говорится хочется обзор пока аппарат только появился они спустя время когда все изменится поэтому пока надеемся что в будущем камера вторая заработает и все будет здорово кстати да никакой фронтальной вспышки нет но при этом камера умудряется даже впротив света каким-то образом работать вот это меня вот убивает сейчас развернем но во первых она меня и так хорошо видит это ладно во вторых когда мы и создаем полумрак она каким-то образом это все дело вытягивает и все равно видит вот видели да что рука уже не в тенечке все равно яркая вот хотя по уму она должна была темняться видимо очень чувствительный сенсор и фронталка тут на самом деле на глазок даже по моему чуть ли не лучше основной то есть она не имеет автофокусировки это единственный и минус в остальном обалденная камера сейчас мы посмотрим антутушку виду но и игрушки начнем с риды система блоким max 1 плата 809 не знаю зачем это процессор 67 63 ну и по начинке этот аппарат у нас средники между вот этими двумя то есть процессор как из 95 00 оператив очка из 95 00 про или 96 00 то есть как видите оперативки у нас 6 накопитель у нас 60 грубо говоря так это по железу потом какие у нас есть датчики как вы видите датчиков тут дофига все что надо все есть так приложение я это не интересно куда все интересно делать вот устройство вот то что чтобы я не врал задняя камера 16 все-таки мегапикселей видео пишет 1920 на 1088 далее не интересно автофокус поддерживается стабилизации так сказать оптической нету разрешение 16 3 это уже фронтальная камера видео опять же 1920 на 1088 и автофокуса на передней камере нету все остальное то же самое далее меня удивила одна вещь у нас видео чип стоит мали жи 71 но как бы у него параметры все даны если кому интересно делаем паузу вчитываемся я не буду на них на долго задерживаться а вот есть 2 вулкан устройства то есть этот видеопроцессор как-то в двух ипостасях что ли работает кто нас умный подпишите пожалуйста под видео потому что я честно не понял почему один видеопроцессор прописан дважды ну как бы вот если кому это было интересно вот что у нас по сетям так что у нас по андроиду отзыв в китай зашибись не хочу я в китай пока android 8.1 orio но если кто это понимает вот вы посмотрели батарейка у нас не перегревается сейчас сделано у нас температура ой не туда вот 32 градуса когда его долго держал руках игрался по интернету шарил тогда ли он писал 37 то есть температурой все в принципе хорошо но мы это сейчас проверим с помощью antutu 1 запуск antutu он требует разрешения мы ему их даем вот удержится он или вылетит как на некоторых устройствах это мы сейчас узнаем ну поехали вроде тест пошел ну а пока то есть это тушка замечу первый экран на самом деле amoled черный это абсолютное отсутствие свечения проверял с микроскопом ручным у меня есть такая детская пригласть прибуду да вот ручной микроскоп увеличение не столько большое но зато точно видно что ты делаешь куда делаешь и встроена подсветка с помощью него я как бы эти amoled и проверяю подтверждаю здесь amoled далее здесь нету той глупой челки которая вот на мой взгляд глупая которая была в аппарате 9600 pro который у меня там стоит потому что то меня это челка просто выбешивала здесь этой челки нет здесь все зашибись разрешение у нас экрана тоже full hd причем full hd плюс то есть 2160 по моему на 1080 два к одному грубо говоря и получается что просто вот такое все изображение но и по моему проектор кстати тоже построен на amoled экранчике маленьком потому что у нас там нету тоже свечения там где черный ты я уже отдельно показывал ну и может быть и в этом видео покажу и вот кстати увидите на что ничего не светится вот просто 0 мое отражение и все когда появляется картинка тогда начинается свечение вот могу показать вот так ведь ничего не светится то есть стопудовый amoled ну или как вы говорят amoled супер amoled плюс еще всякие я не знаете умные слова суть светятся только точки то есть обалденная технология но она же дает минус не совсем естественные некоторые оттенки красных цветов но только некоторые все замолкаю ускоряю ну и скоро продолжим а и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, по ходу пьесы могу заметить, что вот, например, BV9500 лежит на беспроводной зарядке, да, и заряжается. Сейчас вам покажу для неверующих, которые меня по 10 раз спрашивают, пока им не покажешь, что у этого беспроводной зарядки нет. Вот мы его перекладываем на беспроводную, мы наблюдаем, что ничего не происходит. Они друг друга не видят. Так что нет беспроводной зарядки. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Ну и, кстати, могу по ходу показать, насколько тут мелкая решётка динамика. То есть попадение туда пыли, ну, не знаю, только если реально железная пыль какая-нибудь супер мелкая. Обычная пыль туда фиг попадёт. Вот результаты. 92 тысячи каких-то там виртуальных попугаев. Что это нам даёт, я не знаю. Ну, суть та, что в работе он быстрый, но не супер. Потому что, например, тот же сам 9600 на следующем поколении процессора он быстрее. Но здесь упор дан не на поколение процессора, а на фишку под названием проектор. О ней уже было небольшое видео, и в этом обзоре, я думаю, тоже я это покажу. Так, всё, с Antutu разобрались. Сейчас я хочу попробовать вам показать простейшую игрушку под названием Asphalt Nitro, на которой я всё проверяю очень часто. Ух ты, разрешение требуется. Экран здесь офигенный, поэтому играть просто сказка, но поскольку я не игрок, то покажу только так, чуть-чуть. Пропустить. Хотя я, конечно, сомневаюсь, что этот аппарат кто-то будет покупать ради игр, но на всякий случай проверить надо. Тест температуры после тестовой программы, но до игр. Ну, как вы видите, 35 с чем-то максимум. Ну, и здесь даже меньше. То есть пока он, грубо говоря, холодненький, хотя 30 с лишним. Для рук-то это комфортно, но для телефона как бы температура воздуха комфортнее. Ну да ладно. Ну что, погнали. Проверка. О, как всегда. Наоборот. На первых прошивках у BlackVee очень часто так. Потом они это замечают и исправляют, а я уже начал привыкать рулить наоборот. Ой, вот сейчас забыл, как это. Вот так надо. То есть вам надо влево рулить и вправо. Вам надо вправо рулить и влево. Это все легко настраивается, я понимаю. Но, как вы понимаете, я первый раз запустил игру, я еще ничего не настраивал. Ну, и опять же видно, что играется хорошо. Пробуем запустить танчики. Тоже первый запуск. А, он может ругаться, что не хватает ресурсов, кстати. Может быть, сейчас загружать что-то захочет. Но пока грузятся танчики, можно поделать что-нибудь легкое. Но я, в частности, хочу показать две вещи. Первая. Как у нас работает камера в режиме микроскопа? Разрешить. Разрешить. Это тоже некоторым интересно. Сейчас. Close. Я думаю, видно. Но, причем, это еще не все. Вот. Максимальный режим. Где-то у нас тут подсветка включается. Вот. Тогда станет еще четче. Сейчас камеры наеду, чтобы вы увидели. Насколько тут все интересно. Вон, волосинка моя попала, блин. Уйди. Я даже не вижу на глаз. Микроскоп у нас, пожалуйста, все видит. Вот это вот типичная скрепка от защищенного смартфона Blackview. Вот так вот она выглядит под микроскопом. Это, кстати, максимальный уровень. А вот яркость можно менять. Ярче, тусклее. Зашибись, короче. Как микроскоп камера очень даже. Ну и второе. Пройтись по датчикам. Освещенности, приближенности. Ну и приближения там и так далее. Первое. Самое многим геморройное приближение. Проверяем. Вот. Я думаю, вы видите, на каком расстоянии работает. То есть проблем не вызывает. Это где-то около трех сантиметров. То есть пока у меня еще ни разу не было, чтобы экран не погас. Но вы настолько все время, как сказать, ругаете производителя, что ребята перестраховались. И после звонка, убрав уже телефон от головы, он все равно ждет. Где-то секунд 5-10. Он будет ждать. Может быть, вы решите опять к уху поднести, потому что все ругали, что вот у меня ухом там нажимается. Чтобы этого не было, ребята перестраховались. А второй вариант. Если вам не хочется ждать эти 5-10 секунд, нажимаем кнопку, и после разговора экран зажигается мгновенно. То есть тут все, ребята уже перестраховались на 300%, чтобы все было идеально, чтобы не было вопросов. Далее проверяем гироскоп. Вот кубик у нас поворачивается. Я думаю, надеюсь, что это видно. Магнитометр. Берем магнит какой-нибудь. Блин, отклейся ты. Ой, все развалилось. Вот уже видно. Так что я надеюсь, вы видели, что магнит хорошо работает. Точнее, магнитометр. Так, датчик освещенности. А теперь закроем сам датчик. Вы видите, да? То есть малейшие помехи на солнце. Все. Он его видит. Ориентация в пространстве. А вот компас как-то нехти. Вообще, это не компас, по идее. Но почему-то нарисован в виде компаса. А если помахать? Сейчас. О, заработал. Значит, все-таки это компас. Молодец. Что осталось? Звуковой сенсор. Разрешить. Ну и смотрим, как прыгает стрелочка. И вот доказываю, что микрофон слева, кстати. Сейчас его закрою. И должна стрелка прыгать меньше. Так, проверка. Раз. Теперь закрываю. Проверка. Раз. А нет, сразу слышит. Даже с закрытой решеткой. Или включается два микрофона, кстати. Еще второй сверху. Сейчас второй закроем. Раз. 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 О, блин, зараза. Я тогда не знаю, как его закрыть. Он, по идее, вот здесь, потому что вот отсюда играет динамик. Не может же он быть там же, где динамик. Раз. Видите, все раз слышит. То есть микрофон теперь тут вообще сказочный. Хорошо. Давления датчика нету. Температурного датчика нету. Но остался акселерометр. Вот так вот можно поиграться с шариком. То есть акселерометр работает полностью. Кстати, пока инженерка вроде как работает. Можно посмотреть частоты бенды. Но пока их что-то не очень густо. 96.00 частот задействовано больше. С чем это связано, я не знаю. Частот бендов в сумме имею в виду. То есть тут больше там что можно понастраивать. Но нужно ли это? Многие наоборот жаловались на это дело. Чтобы проверить поддерживаемое количество точек, одновременно обрабатываемых. Скачал мультитестер. О, господи, мультит... Тьфу! Мультитач-тестер. Я уже все сбиваюсь нафиг. Проверяем. 6 есть? Есть. Сейчас попробуем больше пальцев сюда приложить. 7 есть. 10 есть. Извините, 11 приложить не могу. Это не входит в рамки канала. Так что 10 есть, больше не знаю. Ладно, возвращаемся к танчикам. Дожидаемся, когда они все доделают. Ну что, друзья. В общем-то, танчики до конца не догрузились, но играть, говорят, уже можно. Поэтому я сейчас их запущу и попробую поиграть на предыдущих уровнях, скажем так. Потому что техника сейчас грузится высоких уровней. Первый, второй как минимум доступны. Ну-ка. Может уже и седьмой дадут поиграть? Дадут. А что он, интересно, еще грузит тогда? Здорово. Уже и седьмой тогда доступен. Кому интересно, уже температура... Ну, в районе 35 с мелочи. Кто хочет, смотрите. Пинг, FPS там и так далее. О, пинг какой-то огромный. FPS к 57. Это хорошо. Что-то я полез туда, куда никто не полез. Это напрягает. Зачем я тогда сюда полез? Вот на меня все и ругаются, куда я попер один. Ну, меня, в общем-то, и разобрали. Не умею я на телефонах играть. Я умею играть только клавой и мышкой. Ну, я думаю, FPS вы видели. Кому интересно, графика, все такое, тоже вы все видели. Проблем с танчиками, короче, на этом телефоне нет. Точнее, смартфоне. Эй, забыл, как тут выход. Выходим в ангар. Теперь попробуем запустить PUBG. Я никак не могу название его правильно выговорить, поэтому уж не обессудьте. Сейчас попробуем первый старт. Не захочет ли он так же, как танчики, обновляться. Все-таки грузит какие-то обновы. Ну, что, игра загрузила свои обновления, попросила перезагрузить ее. Перезагружаем, смотрим, что это будет. Ну, и также на очереди вот такой вот банальный джойстик. Попробуем, сможет ли Android в какой-нибудь игре начать работать с таким джойстиком. Напомню еще раз, экран Full HD+. То есть, качество графики просто офигенное. Пофигу. Не хочу ничего. Я не игрок в это дело. Так что уж простите, просто покажу игру, как она будет идти. Просто смотрю, многие ориентируются на эту игру. Вот и я попробую. Господи, иностранцы. Все, полетели уже, блин. Хватит бегать. Дурью мается. Happy Birthday Pub Mobile. По-моему, я на какой-то импортный сервер, блин, попал. О, прыжок. Чух. Я полетел. Ну, на мой взгляд, игра идет офигенно пока, по крайней мере. Проблем я не наблюдаю. Никаких подлагиваний, блин. Она, наверное, выставила настройки просто на тот уровень, который тянет процессор. А может быть, спасает 6 гигов оперативы. Фиг его знает. Все. Я приземлился. Что-то я много всего набрал. Что-то мне даже не влезло. Что прикольно. О, даже каску нашел. Бензин мне не знает зачем. Еще одна каска тоже не знает зачем. Прицел. Бензин. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Просадок пока никаких мы не наблюдали. То есть в принципе с игрушками аппарат дружит, но греется само собой. То есть если вы часа два будете сидеть, то я думаю температура у него будет уже колоссальная. Немножечко информации с программы Device Info HV. Blackview Max, Teleteletra, Livali, NFC в наличии. Кстати NFC работает очень хорошо. Что меня поразило, вот там сейчас плывет ссылочка на видео, в котором видно, что Google Pay платит с первой попытки везде и всегда. Я еще ни разу сбои с ним не встречал. Даже Яндекс деньги немножечко как-то менее стабильно тянут. Это видео даже выкладывать не стал. То есть оплата проходит, но потом зачем-то требует палец. Google Pay ничего не требует. Все платится и все хорошо. Но сразу скажу, если положено, чтобы у вас спросили пароль, то есть если вы вышли за лимит, то на терминале всплывет все-таки запрос пин-кода. NFC у нас тоже, как вы видели, работает и с метками. То есть вот я поставил программу, которая должна управлять этой меткой. Теперь при поднесении сюда у нас выключается или включается Wi-Fi, то есть переключение. Потому что на этой метке стоит такая программулька, что переключите состояние Wi-Fi. Если мы хотим поговорить о GPS, то могу сказать, что GPS здесь хороший на уровне всех последних защищенных аппаратов компании. Посмотрим, правда, сейчас возьмет ли он хоть один спутник за столом у меня. Это, напоминаю, уже почти середина дома. Но у окна он брал офигенно, на улице просто мгновенно. Ну а за столом что-то как-то никак. Ну, как всегда, у меня уже принято на канале будет отдельное видео, полностью посвященное GPS. Ну и так еще по каждой фишке. Сейчас будет как бы сборник. Вот как бы его данные около окна специально сходил. Стоит немного углубиться в недра самой прошивки. Вот этот виджет, само собой, не родной. Родной выглядел несколько иначе. Сейчас покажу. Если найду. Где у нас часы? Вот. Вот так вот было изначально, но мне это не понравилось. Поэтому я, как вы видите, заменил виджет. Все сгруппировал по папочкам, потому что изначально тут все просто разбросано на рабочем столе поштучно. Но в папке группируется легко наведением одного на другое. Ну, например, что куда? Вот это сюда наведем. Получается папочка. Так, программы все, какие пихал, работают. Единственное, что мне не нравится, что пока проект работает только в штатном лаунчере. В других лаунчерах у него настроек нет. Поэтому пока они это доделывают, я сижу на штатном лаунчере. Если кому интересно, как все выглядит в менюшках. Вот. Степень перевода пока где-то порядка 90%. Нифига не 100%. Но ребята работают. Скоро все будет. Я думаю, что когда пойдет в серию, когда люди уже начнут их получать, тогда уже будет все переведено. Ну, в общем-то, как у них практически всегда. Если даже что-то недопереведено, то потом прилетают обновы и переводится уже все. Есть даже супер батарей-сейвер. То есть программа для отрезания частот процессора, включения максимальной экономии, минимального количества запускаемых одновременно приложений. Короче, отрубает все, что можно, только чтобы батарея держалась дольше. Потому что батарея здесь, как бы напоминаю, не так, как у 95.00 на 10 А. Всего 4,5. Так, сейчас хочу проверить звук с помощью нашего шумомера. Если он еще жив, конечно. Или в нем батарейки надо ставить. Так, пошел с батарейками. Так, взял мега-дешевые батарейки. Надеюсь, на качестве тестов это не отразится. Но зато рисует максимальный заряд. Лучше, чем аккумулятор. И вот, по его мнению, я шумлю где-то в районе 50 дБ. Сейчас посмотрим, как у нас умеет шуметь телефон. Так. Так. Стоп. Надо включить усилитель. Я его обычно выключаю. Нет, здесь включен. Хорошо. Ну и пробуем. Вот в таком виде. Не-не-не-не. Вот в таком виде. Вот на расстоянии. Какую-нибудь мелодию. Ну и, как всегда, высокие. Высокие блокам удаются всегда. По ушам капец режет. Как ножом. А если поднести датчик к микрофону... Ой, к динамику, это будет вообще жесть. Смотрите. Поэтому близко к динамику уши вообще подносить опасно. Можно оглохнуть. Короче, мое личное мнение по поводу громкости. Она здесь примерно на уровне 96.00. Ну и, само собой, немножко тише, чем 95.00. Это из серии BV компании Blackview. Но, на самом деле, в 95.00 громкость настолько чрезмерная, что большинство людей, в том числе и я, ее убавляют. На максималке там слушать просто нереально. А здесь просто нормальный уровень для того, чтобы еще чуть-чуть не оглохнуть. То есть, еще чуть-чуть добавишь, и будешь нафиг глохнуть. Так что здесь звук очень даже по качеству, скажем так, нормальный, по громкости очень большой. То есть, басов, само собой, тут нет. Почему? Объясняю. Почему, само собой. Вот штучка из комплекта. Вот в ней басы есть. Это, опять же, было в видео, которое про проекторы. Но, надеюсь, вы ее скоро увидите. Ну и, кто не помнит, напоминаю, тут еще вот такая штука есть. С пультиком дистанционным, который, кстати, так еще и не подключал. Еще посмотрим, как его вообще подключить. А, его еще включить надо. Вот так. Вот он загорелся синеньким. Сейчас мы посмотрим, как к нему подключиться. Так, подключил. Оказывается, надо, как только включаешь, в это же время начинать ее поиск. Тогда она быстро срабатывает. Так, ну попробуем для теста. Зайдем в камеру. Попробуем нажать кнопку. Фига с вами. А, вот, просто. Первый был холостой. Не понял. Может, двойными надо? Понятно. А, смотр куда-то пропал нафиг. А, понятно. А, блин, подъезжали. И ползли. Разберни, да? Ну, это все фигня. Надо попробовать продолжить через проектор. Это будет интересней. Соответственно, телефон крепим уже в его собственную треногу. Осталось придумать, как нам его закрепить. Не, не так. Не его, а экран закрепить. Ну и вот, как теперь можно играть тогда. Благодаря тому, что в телефоне есть проектор. Напоминаю, это у нас день. Просто закрыта полупрозрачная штора. Из Икеи. Roll такой. Rollstaff не называется, по-моему. Или Rollstor, а хрен я знает. Ладно. Короче, свет с окна идет. В комнате довольно-таки светло, но люстра выключена, само собой. И вот я сейчас попытаюсь показать, как можно в эту игрушку играть благодаря проектору. Само собой, это я джойстик подключил. А вот с кнопками ОК, пока в этой игре у меня косяк, поэтому я буду тупить на экран. Экран придется зажигать для этого. Это лишний геморрой. Но что делать? Я просто хочу показать, что в принципе, если вы игру найдете с джойстиком, который у вас будет полнофункционально, то проблем у вас быть не должно. Потому что вот я же играю. Разворот. Принесите ему воду. Несем. Йоперный бабайон, мутант. Ну вот. Погнали дальше. Единственное, само собой, тут нужно полностью под себя джойстик настраивать. На джойстике нужно, чтобы кнопок было побольше. У меня кнопок не супер много. Так, куда-то тут бежать надо. Ой, не туда. Я вообще не знаю, как есть ли у меня кнопка сейчас удара. Потому что я вроде ее настраивал, но что-то она не работает. Я думаю, нет смысла, наверное, дальше показывать. В таком режиме, по крайней мере. Сейчас меня, наверное, убьют. Эй, куда это я? Зачем это я? Испугался и убежал обратно. Все. Не буду дальше вас отвлекать. Если кто не поверил, что это телефон, камеру отодвигаю. И вот, пожалуйста. И вот джойстик, которым я играл. Если кому интересно, то на стенке играть, само собой, тоже можно. И, кстати, этот аппарат прикольно переформатируется в зависимости от положения. Вот видно даже. Оп! Я его передвигаю выше и замираю. И он опять подправляет свои размеры. Это и есть их автоматическая корректировка расположения. То есть, если вы задрали его наверх, то он углы должен подровнять. Но, к сожалению, он оценивает расстояние пока не супер точно. И углы выравнивает, ну, так, по стольку, по скольку. То есть, не идеально. То есть, вот у меня на камере выглядит, что идеально. На глаз я вижу, что все-таки это трапеция. И он, видимо, видит так же, как видит эта камера. Ему тоже кажется, что все он идеально выровнял. Ну, в общем, вот. Вот вам разница на белом листе и на стене. Ну, и самая жесть, как выясняется, это как раз навороченная игрушка плюс проектор. Температура тела уже... Сейчас. Вот 45 где-то проскочило. Ну, да. Сейчас где-то в районе камеры у нас будет 45 градусов. Потому что, как бы, дураку понятно, что и то ест, и это ест, и то греет, и это греет. Получаем навороты. Но зато, если мы подъедем ближе, смотрите, насколько качество лучше. Сейчас покажу специально. То есть, тут реально HD это чувствуется на 300%. Это я по поводу размеров пикселей и всего такого. То есть, тут чувствуется, что тут стопудово в наличии HD разрешения. Не то, что там на некоторых 320 на 240 проекторах. Там вообще все ужасно, здесь все идеально. Вот. Надеюсь, показал все прелести проектора, встроенного в телефон. Но мое мнение такое все-таки, что часа три подряд и сгорит бедный Бобик. Или ему нужно дополнительное охлаждение делать. Или что. Вот. Зафиксировал, чтобы рука не тряслась. И показываю. Как вам такое качество изображения? По-моему, шикарно. Блин, только камерой попасть в него сложно. Видим, опять на черном ничего не светилось. Ну и пошел сканирующий луч. Почему-то на видео его чаще видно. А, он, видимо, замеряет. Когда стабилизируется, вы уже не трясете. И он стоит стабильно. Он перестает его сканировать. Вот, теперь разобрался. И видите, да, что пропал этот лучик. Или, блин, как-то поднастроился. Вот сейчас он опять появился. Ничего не понимаю. Сейчас опять пропал. Ну и, само собой, в отдельном видео я уже говорил, если вот эту колоночку подрубить, звук будет очень громкий. Ну что, друзья, в завершении маленьких эпизодов про проектор, замечу, что, в принципе, на мой взгляд, проектор должен либо охлаждаться, либо работать не более двух часов. Плюс, если вы будете играть, одновременно с тем, как у вас это все через проектор идет, и игрушка будет наворочена, типа детриггера или что-то в этом роде, то греться он будет не по-детски. Сейчас он остывает, уже чувствуется, на глазах прямо остывает. Но температура была зверская. Поэтому, если вы хотите брать проектор для игр, для того, чтобы играть долго, этот телефон не для вас. Лучше купите отдельный проектор с большим кулером. Или к этому телефону придется приделывать радиатор куда-то здесь и вентилятор. Ну, про проектор вот как бы все. Ну, а теперь проскочим немножко по мелочам. Во-первых, как у нас работает фонарик. Я думаю, видно, только необычно, что он как-то ближе к центру. У блоков обычно он где-то здесь, здесь. Ну, ничего, работает зато очень даже ярко. Ой, аж в глазах все погасло. Появилось переключение NFC-модуля прямо в шторке. То есть, вот его выключили, он не работает. Его включили. И, кстати, насколько быстро заработает. Сразу же. Прикольно. То есть, можно, как многие хотели, включать и выключать принудительно в нужный момент. Включение и выключение интернета тоже видно. Но он еще и дублирует вопросом. Типа, вы уверены, что хотите выключить? Так, передача геоданных. Автоповорот. Короче, теперь каждый пузырик отвечает за то, что он включен. То есть, когда вы нажали, он включился. Пузырик пропал, значит выключился. Есть запись с экрана. Это я не хочу, но она есть. Ну и если залезть в дополнительные настройки. Еще в наличии быстрое включение и выключение точки доступа. Реверсивные цвета. Режим не беспокоить. Нерби. Кстати, никогда не включал, не знаю, что это. Ну и Open Camera сюда добавила свои запускалки. Если вы будете пользоваться картой памяти, то если у вас в этом приложении камеры в основном не будет возможности выбора для сохранения по умолчанию карты памяти, то советую поставить Open Camera, как это сделал я. Но я, правда, не из-за карты памяти, но не важно. Она точно умеет это все делать. Кстати, куда она упала, я пока не знаю. Я ее ставил вроде. Open Camera. А вот она. Ну и сейчас быстро глянем, как у нас будет Open Camera снимать. Может быть, даже получше, чем основная, что иногда бывает. Ну, кстати, яркий пример. Сделаем вот скрепочка. И попробуем посмотреть, как у нас получилось качество. Точнее, какое. Ну что, в общем-то, неплохо. Ну, конечно, хотелось бы лучше. Фокус чувствуется, что немножечко не попал. Ну, настолько уж детализирован это, блин. Камера вроде чистая. Короче, мое мнение такое. Аппарат с фишкой в проекторе. С второй фишкой то, что это незащищенный аппарат BlackVinus NFC. Третье, то, что NFC включить и выключить можно прямо в шторке. То, чего многие добивались. Ну, в принципе, то, что не самая маленькая батарейка. То есть, на день его всяко хватает. Но, к сожалению, на два дня мне его, ну, никак не хватает. Я его в конце первого дня, уже глядя на 10-15%, ставлю на зарядку. То, что, в принципе, неплохие камеры. Но, стоит он столько, что они не могли быть просто плохими. Видео с фронталки 1080. Тоже фишка. Не у многих, как бы, китайских аппаратов это есть. Чаще всего 720, а то и вообще 480. Датчик оповещения в наличии. Ну, не датчик, диодик, извините. Спереди две камеры. Не знаю, зачем, правда, пока. У меня пока они не работают. Но, надеюсь, что к релизу, когда всем начнут их отправлять, вторая камера заработает. Или ее вообще уберут нафиг. Ну, и, в принципе, все, наверное. Потому что, в остальном, стабильный аппарат. А, да, Google Play работает почему-то без сбоя. Хотя, на восьмых дроидах частенько бывает, что подносишь. Он тебе говорит, а вы уверены, что это вы? Поднесите палец заново. Я обычно прикладываю палец и повторяю. Здесь он ни разу повторить не попросил. Я вначале уже показывал. Там вот в углу всплывала ссылка на видео, в котором я это показал. Ну, в общем, аппарат такой относительно беспроблемный намечается. Но пока есть как бы две проблемки, обозначенные в видео. Если вы их забыли, можете пересмотреть. Я специально не скажу. Если кто плохо слушает, чтобы перематывали и послушали все-таки. Чтобы я не текстом вам потом все это отвечал. А слушайте, пожалуйста. Иначе для кого это все? Но в остальном аппарат мне в принципе нравится. Единственное, что я боюсь с ним ходить сейчас весной. Потому что весной у нас дождики в Питере. Причем очень сильные. И аппаратик можно накрыть. Аппаратик от 30 до 40 тысяч стоит. И потерять его из-за дождичка мне не хочется. Поэтому я из него сейчас симку вытащу. И продолжу его тестирование. Уже не как основного аппарата. Всун у него второстепенные симки свои. А основные все-таки переставлю. Опять водонепроницаемый аппарат. А в остальном как бы претензий к нему полностью не имею. Аппарат полностью роботоспособен. В нем все круто, все быстро. Если кому интересно, какая на нем прошивка у меня стоит на момент обзора. Вот, показываю. Ну и инженерка работает. Все, что я запускал, запускается. Проблема только в одном. Если ставить не штатный лаунчер, то в нем не видны настройки проектора. А так проектор даже можно настраивать. Если его запустить из шторки или из ярлака на рабочем столе, это все не важно. У него появятся еще и настройки. Поэтому беспроблемный аппарат с навороченной функцией, с функцией настроек, с автоподстройкой, в зависимости от того, куда вы его навели. Если у вас руки не дрожат, как говорится, как у меня, то он будет форму прямоугольника соблюдать сам. Причем вы его так наводите или вы его так наводите. У него рисуется, видимо, квадрат. Это мое предположение. Видимо, 1280 на 1280. А он уже выбирает, какую область из него показывать. Молодец. Что я могу еще сказать? Аппарат просто сказочный. То есть эффект вау вам гарантирован. Я где бы его ни доставал, у меня все сразу говорят, какое нужно приложение поставить, чтобы оно работало. Но я не знаю, как про таких людей сказать. Некоторые только спрашивают, а где я такой аппарат взял, поскольку догадываются, что проектор это отдельная фишка. Но могу сказать одно, что внимание людей вам гарантировано. И AMOLED-экран, на мой взгляд, даже уже лучше, чем в аппарате 96.0 по калибровке цветов. То есть может быть матрица и та же, но откалибровали лучше. Все. На этом я завязываю. Это был обзор аппарата Blackview Max 1 от компании Blackview, само собой. Обзор делал Латуха. И если думаете, что это последнее видео, не дождетесь. Я еще буду отдельно выпускать видео по поводу разных фишек, которые буду в нем находить. Отдельно попробую все-таки игровое видео сделать. Попробую показать, как он вечером на проекционном экране будет нормально работать. Ну и все такое. Пока это был сборный такой микс. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А если есть белый, вот так будет круче.